Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский и это шоу неделя, где мы с вами обсуждаем произошедшие за последние 7 дней новости. Я думаю, что вы уже успели достаточно соскучиться, поэтому, как обычно, без лишних предисловий, подписываемся на мой телеграм-канал, на этой неделе там было очень много интересного, подписываемся на мой бусти, а также ставим лайк Ховансову. И готовимся к поездке в наши самые любимые хихоньки-хахоньки. Важнейшая новость недели, я подготовил для вас топ-3 жижки от Blackjack. Я попробовал все, мне, честно говоря, не очень понравились сильные, поэтому все, которые я сегодня покажу, они достаточно прикольные и не сильно жестко бьют по горлу. На третьем месте Sweet Tobacco, действительно очень и очень sweet. На втором месте Cherry Tobacco, с замечательным вишневым вкусом. И на первом месте, ну ё-моё, Grape Tobacco. Отличная стильная фиолетовая этикеточка и стильный виноградный вкус. Все эти жижки вы можете приобрести у моих друзей из компании Intro Lab по ссылке в описании. Поэтому не теряйте время, переходите, затаривайтесь. Ну и к главным новостям этой недели. Подготовимся с пивом Боярынь, для того, чтобы было проще принимать некоторые новости. И стартуем. Песков заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию. Я так полагаю, что это на фоне того, что Зюганов совсем опять забыл выпить таблетки и требует провести мобилизацию. Потому что, очевидно, самого Зюганова никто мобилизовать не будет. В общем-то, новость хорошая, но немного меня пугает. Потому что, как только у нас в России говорят, что чего-то точно не будет, с высокой вероятностью это точно со временем наступает. Но пока что, я думаю, что в ближайшее время ничего не произойдет. А там, того и гляди, лично я успею умотать подальше в Сербию. И вы останетесь с этой, так сказать, перспективой наедине. Без меня. Ковид мог появиться из-за утечки в лаборатории. Пишет медицинский журнал Lancet. Чуваки два года потратили на исследование того, откуда мог появиться ковид. И, на мой взгляд, это одна из тех новостей, которая, по сути, вообще непонятно зачем существует и ничего не решает. Появился он из-за утечки в лаборатории или из-за того, что Рэнди Марш выебал панголина с Микки Маусом. В конечном счете это уже ничего не изменит. Поэтому лучше бы потратили два года на какие-нибудь новые методы борьбы с этим самым ковидом. А так, ну, я не думаю, что сейчас уже получится что-то доказать или кого-то за это притянуть. Поэтому абсолютно в пустую потраченное время. К вопросу о бесполезных исследованиях. В США вручили Шнобелевскую премию. Я тут зачитаю, за что ее получили лауреаты. И вы поймете, насколько много времени ученые тратят на какую-то совершенно бессмысленную поебень. По биологии ученые изучили, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов. И каким образом бедные скорпионы не представляют, что с ними делали. Как у них вообще вызывали запоры. А в области инженерии. Ученые из Японии пытались найти наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки. Тоже уверен, что очень полезное исследование. Потому что всю жизнь у меня, знаете ли, были проблемы с поворотами ручек. И я такой, вот бы кто-нибудь изучил, как упростить это действие. В истории искусства ученые исследовали мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя. Опять-таки, с трудом представляю себе, как это поможет истории искусств. Но зато теперь никто не скажет, что ритуальные клизмы на древней керамике майя изучались недостаточно. Ну и по физике две группы ученых пытались понять, как утятам удается плавать с троем. Что, на мой взгляд, к физике, конечно, не имеет никакого отношения. Но я уверен, что пока что они вычислили решение для сферических утят в вакууме. Минпромторг РФ хочет включить алкоголь в список для параллельного импорта. Как вы знаете, я всецело поддерживал параллельный импорт. Но недавно мы столкнулись с обратной стороной этого явления. Потому что под видом параллельного импорта начали провозить контрафакт. Пока что это касается только техники. Но что-то мне подсказывает, что с контрафактным алкоголем будет еще проще. Поэтому параллельный импорт это, конечно, круто. Но кто-то все-таки должен заниматься непосредственно контролем качества. Для того, чтобы под видом ушедших из России там Хеннесси и прочих алкогольных брендов нам не привозили коньяк из канистр. Пятилитровых. Если кто помнит, в Питере очень были популярны такие сайты, которые продавали вот эту вот жуткую бодягу, шмурдяк. И говорили, что это коньяк с завода. Он оригинальный и ни капельки не паленый. В общем и целом, повод задуматься, конечно, о том, так ли хорош параллельный импорт. Я вот, например, задумался. Но, опять-таки, я сделать ничего не могу. Моя хата с краю, ничего не знаю. Новости кино. Трейлер «Русалочки» от Дисней набрал почти миллион дизлайков на Ютубе спустя сутки после выхода. Пользователям не понравился выбор афроамериканской актрисы на главную роль. На эту тему я уже подробно бомбил в своем телеграм-канале «Печень Ховы». Я там затронул и эльфов из «Стелина колец», и «Таргариенов», так сказать, из «Дома дракона». Поэтому все уже предельно четко разобрано. Переходите. Телеграм-канал «Печень Ховы». Лишний раз повторяться не хочу. Нетфликс планирует отказаться от своей фишки. Выпуска всех серий в один день. Совершенно не понимаю почему, ведь вроде как это было главной фишкой Нетфликса. Они так сильно ее расхваливали, что мол, вот мы не какие-то уебаны, типа у нас можно сразу посмотреть весь сериал, если он вам понравился. И во многом, кстати, это влияло на запойное потребление сериалов от Нетфликса. То есть человек, которого цеплял определенный сериал, мог смотреть следующую серию, следующую, следующую и так далее. В итоге, видимо, ребята из Нетфликс решили, что все-таки прикольнее будет показывать сериалы порционно. Люди будут чаще заходить на Нетфликс. Но мне такое решение не нравится. Потому что, как мне кажется, все-таки смотреть сериалы вот раз в неделю, раз в две недели по серии, это уже прошлый век. Учитывая, что сейчас иные серии идут часа по полтора, ты просто физически не можешь запомнить все, что происходило в прошлых сериях. И тем более теряется определенный вайб, который возникает, когда ты именно смотришь много-много серий подряд. Но, опять-таки, ничего поделать мы с этим не можем. Только осудить Нетфликс за такое невероятно глупое, на мой взгляд, решение. Новая книга Виктора Пелевина КГБТ Плюс выйдет 29 сентября. Как вы знаете, я большой фанат Пелевина. Я читал буквально все его книги. И я прочитал предисловие, ну никак не предисловие, а вот описание книги, которое обычно на задней обложке печатается. И Виктор Олегович погряз, по-моему, в самоповторах. Опять какое-то утопическое будущее. Теперь с позиции какого-то стримера сознания. И вот это вроде как должно быть интересно, потому что я тоже в каком-то роде стример. По четвергам тут стримирую для вас специально. Но буквально все эти идеи уже были и не в одной, и не в двух, и не в трех, и не в четырех, и не в пяти книгах Пелевина. Потому что у нас уже было так много его антиутопий про будущее, которые выходили буквально каждый год, что уже, честно говоря, подташнивает. Книгу я эту, конечно же, прочитаю из уважения к Пелевину и его творчеству. Но мне кажется, что ему бы стоило отдохнуть. Потому что каждый год выпускать, по сути, одну и ту же книгу, просто с одними и теми же идеями, это, по-моему, немного непрофессионально. Я уже давно жду от него чего-нибудь такого, знаете, эпохального, типа Чапаев и пустота. Но что имеем, то и имеем. В любом случае, лучше пусть будет хоть какая-то книга от Пелевина, чем никакой. Новости игр и техники. Ubisoft будет продавать крупные AAA-игры по 70 долларов. Опять-таки, народ в комментариях негодует, типа, дорого. Но у меня возникло такое ощущение, что игры уже давно продают примерно по такой же цене. Особенно, если ты покупаешь какой-нибудь Season Pass или, там, игру в каком-нибудь делюкс-издании, они уже стоили по 70 долларов. Я уж не говорю про игры от какой-нибудь Electronic Arts, которые, по-моему, стоили и больше 70 долларов. И, прости меня, господи, игры для Sony PlayStation, которые сейчас скоро будут стоить по 10 тысяч рублей и больше. То есть, понятно, что народу не нравится. И народ говорит, что игры не должны столько стоить. Но проблема в том, что это не Ubisoft придумал. Они уже давно столько стоят. Благо, для нас всегда остается запасной вариант приобрести любимую игру на торренте. Там она стоит 0 долларов, и можно, соответственно, за нее не переплачивать. Это нововведение ударит только по заядлым фанатам Ubisoft типа того же меня, которому интересно проходить игры на все ачив, там, играть в какой-нибудь кооператив с друзьями. И, опять-таки, даже я, например, не могу ничего сейчас купить, потому что магазин Ubisoft заблокирован в России. Так что 70 долларов, да хоть 700 долларов, нахуй, я все равно ваши игры купить не могу. Разработчики Assassin's Creed Mirage обращают возвращение к корням серии. Стелс, паркур, толпы людей. Давно было пора, потому что, несмотря на то, что мне очень понравились вот три этих игры, которые Odyssey, Origins и Valhalla, нужно признать, что это все-таки вообще не Assassin's Creed. То есть, понятно, что там можно проходить, зачищать какие-то лагеря по стелсу, но это больше похоже на какую-то классическую RPG-шку про драчки. То есть, я даже не знаю, поменяли боевую механику. Если, например, в каком-нибудь первом Assassin's Creed вам могли несколько достаточно сильных противников навалять защику так, что мало не покажется, то в последних Assassin's Creed вы просто можете приходить в лагерь, агрить на себя вообще абсолютно все его население и совершенно спокойно пиздить его в ближнем бою, используя какие-то скиллы, типа, блядь, уебать топорами всех, кого видишь на карте, блядь, ёпта, пробить, перекинуть, раскидать толпу противника. Это все-таки не тот Assassin's Creed, к которому мы привыкли в детстве. Возвращение к корням, это звучит многообещающе, но, честно говоря, я в это слабо верю, потому что Ubisoft это Ubisoft. Вот в то, что они по 70 баксов будут игры продавать, вот в это я верю, блядь. А в том, что они реально как-то сумеют преобразить франшизу во второй раз уже, потому что Origins это было несомненно преображение франшизы, она поменялась. То, что они второй раз с этим справятся, честно говоря, в это верится слабо. Россияне установили рекорд по предзаказам на iPhone 14. Вот из-за таких новостей у меня создается какое-то ощущение, что мы живем одновременно в двух разных Россиях. Потому что в одной России как будто постоянно читаешь про то, что у людей денег нет, даже чтобы там откладывать на какой-нибудь отпуск. Что люди сидят целый день работают, блядь, что ни на что не хватает, что цены на продукты растут. А в другой России, блядь, побит рекорд по предзаказам на iPhone 14. Я не знаю, может быть, блядь, это чисто москвичи назаказывали, но что-то мне подсказывает, что нет. В этом, так сказать, коллективном заговоре участвует все взрослое население России. Нахуя нам в такое, как бы, несладкое время больше всего iPhone 14, чем было там 13-х, 12-х, 11-х? Я понять не могу. Ну, то есть, как бы, iPhone, блядь, это та вещь, на которой определенно можно сэкономить, когда ты попадаешь в такую нестабильную экономическую ситуацию. Но нет, вместо этого гуляй рвани на, блядь, iPhone 14, максимум этой памяти, блядь, какой-нибудь самый топовый большой дисплей, блядь. Будем ходить без денег на еду, но зато у всех будут iPhone'ы. Не одобряю, не одобряю. Новости блогеров и знаменитостей. Полиция проверяет Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ. Как я понял, это после интервью Собчак с какой-то ЛГБТшницей, ну, даже не ЛГБТшницей, а просто, скажем так, лесбиянкой. И здесь уже возникает вопрос о том, что такое вообще, блядь, пропаганда. То есть просто поговорить с каким-то человеком нетрадиционной ориентации на своем YouTube-канале, это уже получается, что пропаганда, блядь. Основным доводом стукачков является то, что, дескать, вот эти интервью могут смотреть и дети. Я с этим не согласен, потому что я с трудом представляю себе какого-нибудь замырка или подростка, который сидит и смотрит интервью Собчак. Ну, типа, ей-ей богу, ребята, как вы себе представляете, что сидят какие-нибудь восьмиклассники и на перемене обсуждают, как Ксюша кринжует с какой-то ЛГБТ-представительницей? Я не думаю, но, опять-таки, это показывает, что у нас вновь возвращается культура стукачества. То есть, как только находится хоть какой-то малейший повод, сразу же недовольные активисты бегут жаловаться в Следственный комитет. Надеюсь, что из этого ничего не вырастет, что проверят, проверят и скажут, хуйня, что вы нам только лишнюю работу создаете, потому что все-таки существует разница между пропагандой ЛГБТ и, блядь, ну, признанием того, что ЛГБТ существует, потому что оно определенно существует, от этого никуда не деться. И если у нас будет возникать табу на вообще общение с представителями каких-то ориентаций, идеологии и так далее, то ничего хорошего из этого не выйдет. Хазбик подписал пятилетний контракт с UFC, но не спешите радоваться, боя с Абдуройзиком не будет. Как я понял, этот контракт исключительно на посещение каких-то мероприятий, промо, а самое главное на то, что бойца Хазбика добавят файтинг UFC. Я видел прекрасно эту игру UFC, ее, по-моему, до сих пор нет на компьютере, но люди часто играют в нее на плойках, по крайней мере в барбершопах, куда я ходил. И мне кажется, ничего более уморительного, чем подраться в UFC за Хазбика не придумывали уже достаточно долгое время. Поэтому одобряем, одобряем, ждем боя с Конором Макгрегором и с Абдуройзиком. Это бы прям вот меня обрадовало окончательно. Но и так неплохо. По крайней мере в UFC-то, я надеюсь, можно будет устроить этот самый бой. Ресторан Моргенштерна закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм. Ну, помните, ровно как я и предсказывал. Мы эту новость обсуждали, я называл это способом закошмарить Моргенштерна, и еще тогда говорил, что никаким штрафом Морген не отделается. В итоге закрытие на 90 дней. Любой человек, который хоть как-то связан с малым бизнесом, понимает, что закрытие на 90 дней это настоящий пиздец, потому что ты в любом случае платишь аренду, потому что аренда, как правило, заключается на долгосрок, тебе еще придется, скорее всего, как-то разбираться с зарплатами для сотрудников, которых тоже просто нельзя сказать «подождите 90 дней и возвращайтесь». Кошмарный удар кошмарильщиков, или не знаю, как их назвать, по бизнесу. Все понимают, что дело тут не в каких-нибудь санитарных нормах, а просто в том, что Моргенштерн позволяет себе говорить такие вещи, которые многих серьезных дядечек не устраивают. Ну, будем надеяться, что Алишер переживет этот удар и откроет свой ресторан где-нибудь в Израиле или в Дубае, потому что тут ему, очевидно, уже ловить нечего. Дашу Корейку изнасиловали. Блогерша или блогер. На стриме заявила об изнасиловании 32-летним мужчиной и пожаловалась, что подписчики не верят рассказу звезды. Ну, здесь, я думаю, играет роль то, что Даша Корейка очень часто кричала «волки», и большинство таких скандальных блогеров, которые постоянно заявляют то об одном, то об другом, не могут, грубо говоря, обижаться на аудиторию, когда им не верят в очередной раз. Потому что если ты сделал всю свою карьеру на таком ипотаже и пиздеже, нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент тебе такие «А, иди ты нахуй, Даша, Корейка, типа, пизди больше». Если это на самом деле произошло, то это, конечно же, ужасно. Но, опять-таки, мы свечку не держали. Я поковырялся в нижнем интернете. Там вроде говорят, что Даша Корейка, типа, сняла или снял вот это изнасилование и выложит скоро в сеть. Если это так, то я думаю, что я, скорее всего, это постанову. Потому что, ну, ни один нормальный человек не будет снимать, когда его насилуют. Тем более, потом пиарится на этом и выкладывает что-то в сеть. Нормальный человек пойдет и напишет заявление в полицию для того, чтобы насильника поймали и посадили в тюрьму. Поэтому новость отдает таким легким налетом хайпажерства. Ну, на мой взгляд. Опять-таки, если я не прав, очень сожалею. Как бы я ни относился к Дашкорейке, а любое изнасилование – это ужасно. Нурлан Сабуров нанял себе охрану. Юморист опасается за свою жизнь из-за острых политических шуток. Ну, на самом деле, охрана Нурлану как будто бы нужна была, когда он катался по Америке. А здесь, ну, кто ему что и сделает. Типа, у нас тут его позиция более чем понятная, а некоторым даже приятная. То есть, как мне кажется, это абсолютно, как это сказать-то, ненужный мув, потому что в целом его любят. Я видел его ответ, по-моему, Собчак, в итоге, который он записал на каком-то стендапе спустя вот месяц или два месяца после стендапа. Он там отвечает и тем, кто типа до него доебался, и про свои сорванные концерты. Народ его пиздец любит, все плачут от смеха, аплодируют, блядь, и поддерживают его. Поэтому, ну, тут уж где-где, а тут ему охрана нахуй не нужна. Тут его любят, тут его чтут, так сказать. А насчет его поездок по США, ну, знаете, как в анекдоте про то, что типа дорогой, а меня в соседней деревне шлюхой назвали. Ну, не надо ходить там, где тебя хорошо знают, Нурлан. Филипп Киркоров назвал свой главный грех. Нет, друзья мои, нет. Не музелозовство. Филипп Киркоров назвал своим главным грехом обжорства. Я не знаю, почему, потому что мне не кажется, что Филипп Киркоров прям уж такой жирный, но у одного из чуваков, которые со мной сидели, была теория, что все российские звезды в какой-то момент насажали себе глистов, потому что был период, когда они все жирели, 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 и вдруг внезапно все там буквально за пару месяцев похудели килограмм на 50. И вот он строил теорию заговоров, что кто-то привез в Россию специальных глистов для звезд, и весь шоу-бизнес российский резко похудел. Не знаю, насколько правдива эта теория, но я думаю, что учетчу обжорства это последний из грехов Филиппа Киркоров. Не стоит так сильно об этом беспокоиться, Филипп. Просто помню, что, как там было в Библии, мужеложцы не наследуют царство небесное. Оксимирон выпустил новый клип. Его тут же потребовали проверить на экстремизм. Прошло буквально два часа с момента релиза клипа, как тут же настучали. Во-первых, рад за Оксимирона, что он вернулся, а с другой стороны, не рад, наверное, потому что с его статусом иностранного агента, с его активной гражданской позицией, с его сборами денег на сами знаете кого, сами знаете куда, я бы сюда не возвращался. Все-таки вот эта вот идея какого-то политического мученчества, она мне не сильно импонирует. Я бы и на месте того же Лехи Навального сидел себе спокойно в Германии и пилил свои ролики, потому что, ну, честно говоря, никакая позиция не стоит того, чтобы сидеть в тюрьме. Это мое мнение. Но Оксимирон, видимо, все-таки человек посмелее, поэтому вот явился сюда. Я единственное, что пытался понять, из-за чего его хотят проверить. Я думал из-за фразы, что Ингрия будет свободной, но даже мне пришлось гуглить, что такое Ингрия. Я вроде как считаю себя далеко не самым глупым человеком, но оказалось, нет, его просят проверить из-за фразы, что на нашем флаге белый и голубой, потому что, как я понял, белый, голубой, белый флаг это флаг оппозиции в России, и вот за эту строчку его хотят проверить. С другой стороны, на флаге России официальным тоже есть белый и синий. Ну, он же голубой. Просто как бы есть еще красный. Поэтому Оксимирон, как мне кажется, в худшем случае сможет сказать, ну вот, смотрите, официальный флаг, на нем тоже эти цвета есть. Я просто не зачитал про то, что есть красный. Это же не запрещено законом не зачитать про что-то. Ну, в общем-то, как и в случае с Собчак, будем надеяться, что ничем плохим это не закончится. А в целом, я бы посоветовал людям, которые страдают вот такой хуйней и катают подобные жалобы, найти себе работу или женщину и как-то устроить свою собственную ебаную жизнь, вместо того, чтобы заниматься стукачеством. Стримерша Карина заработала 16 миллионов рублей на OnlyFans, не опубликовав ни одного нюца. Более того, я вам скажу так, на OnlyFans и Карины, как я понял, те же фотки примерно, что и в ее Инстаграме. Принадлежит этой признанной экстремистской компании Мета, на всякий случай добавляю. То есть, это не просто показывает, насколько много в интернете дрочеров, это еще и показывает, что они очень тупые. То есть, я бы еще в принципе смирился, если бы 16 миллионов рублей она заработала, демонстрируя свои титики и свой вареник, который и так все видели, когда был слив Карины стримерши. Но платить, блядь, 16 миллионов за фотографии, которые лежат, блядь, в бесплатном Инстаграме, ну, по-моему, это верх тупизны. Могу только поаплодировать Карине, отличный способ состричь шекели со сперматоксикозного населения интернета. Лариса Долина отказалась называть Бузову по имени и петь с ней дуэтом. Лариса Долина на самом деле редкостная мудила. Вы это можете знать еще после ее скандала с Валей Карнавал. Я даже смотрел, по-моему, разбор ее психологического портрета от Лины Диановой. И, по-моему, опять мы с Линой сходимся в том, что, ну, Долина ведет себя просто как редкостная мудачка. Она пытается прикрываться своим профессионализмом, типа, ну, на самом деле, она нахваливает тех, кто ей нравится и хуесосит тех, кто ей не нравится. То есть, например, я согласен с тем, что Бузова нихуя не умеет петь. Базару нет. Но сразу же после этого Долина говорит, а вот с Давой я бы, блядь, записала совместный трек, вот он человек поющий. То есть, ну, по-моему, любому идиоту понятно, что Дава поет не лучше Бузовой. Они примерно на одном уровне держат его, как всегда, говно. И поэтому раскидывать людей просто из личных предпочтений, как бы, вот этот вот молодец, а вот это вот дура, ну, я тогда из личных предпочтений могу сказать, что Лариса Долина охуевшая чертила, блядь. Я бы с ней уж точно фит записывать не стал. Дана Борисова заподозрила Панина в пьяном сексе с Лазаревой. Пофиг с кем, в какой позе, и с людьми, и с животными. Это смешно, что Дана Борисова включает такую высокоморальную даму, осуждает за что-то Панина, потому что если вы глубоко во всей этой звездной теме, то Дана Борисова вообще занималась проституцией. Ее ловили несколько раз, были переписки, типа, сколько стоит там приехать на Дальний Восток, и там был очень какой-то смешной ответ от Даны, что типа, ну просто, слушай, ради одного тебя лететь очень далеко, поэтому найди еще хотя бы двоих, вот кто меня на денек снимет, вот если трое у вас будет, я так и быть тогда прилечу, а то просто, ну, лететь далеко как бы, и эта женщина будет рассказывать мне, блядь, про Панина и его моральное поведение, блядь, я, короче, в ахуе полном, я так считаю, что чем больше за определенной какой-то звездой косяков, тем более морально-нравственным стандартом эта звезда пытается себя показать, то есть большинство хуйни говорят те, кто сам постоянно творит хуйню, ну и я как бы самый яркий тому пример, шаман назвал свои дреды русской прической и сравнил с колоссиями, чем насмешил рунет. Певец шаман назвал дреды русской народной прической, в шутках комментаторы вспоминают, как их деды плели локи перед седокосом и пели регги. Ну, шаман на самом деле, как я уже говорил, не сильно похож на русского, и вот, видимо, ему надоели подобные обвинения, и он рассказывает нам о том, что дреды это исконно русская традиция, хотя, ну, это абсолютнейшая чушь. Проблема шамана в том, что он не очень умный человек, типа, его продюсирует, дай бог памяти, кто же его продюсер-то? Короче, вот, можете в комментах написать, кто знает, потому что я забыл, короче, у него очень топовый продюсер, который сумел, так сказать, влить его в струю вот этого всего ура-патриотизма, но подобными высказываниями шаман лишний раз показывает, что он недалекий дурачок, блядь, ёпта, которому как раз вот только сидеть шашмандэ, курить со своими дредами, а не затирать про то, что тут исконно русское, что не исконно русское. Ну, опять-таки, меня, скорее всего, за эту точку зрения обхуесосят, потому что у шамана сейчас огромное количество каких-то поклонников появилось, которым я, как и в прошлом выпуске, советую посмотреть его старое интервью, где, как бы, ну, он, мягко говоря, может расстроить вас и разочаровать как усиленно он и любит Россию. Порноактриса Лана Роудс предложила запретить фильмы для взрослых во всем мире. Лишь один процент или даже меньше от всего количества порноактрис могут повторить мой успех. Порно невыгодный карьерный путь, его должны запретить и признать незаконным. Очень интересное высказывание, потому что я, например, смотрю канал Все работы хороши Олеги Олега Ассы и я могу сказать, что и Вайлдберес, например, не сильно то, блядь, хороший карьерный путь, но почему-то никто не призывает запретить Вайлдберес и признать его незаконным. То есть какая-то главная хитрая, Лана Роудс, сама своей пиздой и жопой себе заработала в состоянии и теперь такая все, это надо запретить, это какое-то безобразие, все равно вы не достигнете того же, что и я. Короче, мне кажется, в Лане Роудс проснулся Юрий Лоза на старости лет. Естественно, я лично считаю, что порно это выбор самой девушки, если девушке хочется этим заниматься, если она кайфует от этого, если она не хочет, например, работать, ну, я не знаю, в какой-нибудь стоматологии на ресепшене сидеть, а хочет работать жопой, получать за это деньги, то кто мы такие с тобой, дорогая моя Ланочка, чтобы их осуждать и им мешать. Ну, а это опять-таки многие со мной, возможно, не согласятся. С другой стороны, отрочить-то на что? Лана, ёпта, на твои что-ли видосы? Что это, что это, блядь, запретить? Отрочить-то на что? Ну-ка давай, завязывай, блядь, прошмандовка охуевшая. Следующая рубрика на плоту вместе с Юрием Лозой. У нас сегодня целых шесть новостей, но не переживайте, они идут парами, поэтому по сути их три. Просто Юрий Лоза пиздит безумолку, буквально, и некоторые его новости за неделю дополняют другие его новости, поэтому их нужно читать попарно. Например, первая новость, москвичи обидели Юрия Лозу. в день 87-ми пятилетия столицы не исполнили его песню Плот. Автор песни Плот в своих социальных сетях пожаловался, что москвичи и мэрия Москвы так и не исполнили публично его песню за 25 лет существования композиции, а также не пригласили Лозу выступить со сцены в день рождения столицы. Казалось бы, да, ну сказал и сказал, пригласили, не пригласили. Может быть, Юрий Лоза очень любит Москву просто, и поэтому он очень сильно хотел именно выступить, порадовать москвичей. Но следующая новость, она как бы дополняет эту. Лоза возмутился концертом Сергея Шнурова. Сергей Шнуров исполнил достаточно скандальные строчки, мне приснилось, что Москва сгорела целиком, его позвали на день города. Так вот, Свердловский Барт заявил, что считает организаторов концерта виноватыми в провокации. Цитата. С какой стати они на 800-75 лет Москвы приглашают человека люто ненавидящего столица, открытого признающегося со сцены Лужников, да еще и платят ему серьезные деньги из городского бюджета. Применить именно к ним какие-то меры, вот этого было весьма неплохо. То есть Юрий Лоза на самом деле возмущен тем, что Шнурову платят огромные деньги, а ему, автору хита на маленьком плоту, почему-то не платят. Я считаю, что Юрию Лозу нужно все-таки пригласить, но пригласить его выступить бесплатно и посмотреть, насколько он реально любит Москву и насколько он реально любит многомиллионные гонорары. Следующая пара новостей, они опять идут парой. Юрий Лоза призвал отказаться от макбургеров и фастфуда. Так и написано, макбургеров. Композитор, исполнитель и автор песни Плод, блять, он везде так подписан нахуй, порекомендовал своим фанатам отказаться от бургеров и вредной пищи и перейти на домашнее питание. Такой образ жизни, по мнению певца, позволит вылечить гастрит и похудеть. Казалось бы, ну, макдональдс, бургеры, всякий фастфуд, у нас в стране не хуесосил, только ленивый. И в этом нет ничего удивительного. Однако, тут же идет следующая новость. Лоза пожаловался на безуспешные попытки похудеть. Артист поделился проблемой с подписчиками в Международный День Худеющих, 15 сентября. Если вы видели последнее интервью с Лозой, он выглядит примерно как я, только если бы я еще проглотил бочонок. Огромный. Так что, возникает вопрос, Юрий, Лоза, вот вы, если не едите фастфуд, вы почему такой жирный-то, блядь? Как так получается, блядь? Советуют людям отказаться от фастфуда, типа, это поможет похудеть. При этом сам фастфуд не ест, но похудеть у него не получается. Как так? Юрий, Лоза, как так? Я причем потратил время, я пытался реально найти в интернете, чем питается обычно Юрий Лоза и не смог, что удивительно, потому что высказывание Юрия Лозы есть практически по вот каждой какой-то новости, но я нигде не нашел, что автор хита на маленьком плоту кушает сам, поэтому предлагаю Юрию Лозе поделиться, собственно говоря, тем, чем он питается. И мы уже вместе подумаем, что тут, блядь, вызывает гастрит и что вызывает, блядь, огромное пузо. Ну и последняя новость про Юрия Лозу. Юрий Лоза с иронией отнесся к ограничению выдачи шенгенских виз. Не припомню, чтобы русские везли обмененные дома евроденьги обратно. Как правило, они все оставляли в странах пребывания. Отсюда вопрос, кому эти запрещены сделали хуже? Нам задался вопрос певец. Как мы знаем, Юрий Лоза категорически против выездов за границу. Он сидит в Россию. Это было и в прошлом выпуске. И опять-таки у новости есть продолжение. Что же такое? Почему же Юрий Лоза? Он должен объяснить нам свою позицию. Лоза предсказал инагенту Галкину страшное наказание. Самым страшным для телеведущего юмориста Максима Галкина признанного иностранным агентом станет забвение в России. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза. Если мы не будем это популяризировать, то он будет крякать сам себе. Если пресса не будет повторять за ним его слова, самое страшное для артиста это забвение. Отсюда как бы становится понятно, что Юрий Лоза возмущен, почему пресса обсуждает Максима Галкина, который уехал, а его, Юрия Лозу, который сидит в России, не кушает бургеры, не зовут, блядь, выступать в Москву за миллионы, не упоминают в прессе и вообще относятся к нему совершенно неуважительно. Самое страшное для артиста это забвение, эта фраза, она как бы объясняет нам всю суть Юрия Лозы. Почему он пиздит, блядь, ёпта, по шесть раз, по шесть каких-то новостей про его в неделю, потому что больше всего он на свете боится, что его забудут. Не бойся, Юрий, уж где-где, тебя точно не забудут, потому что такого знатного пиздобола надо еще поискать. Ну, а ты еще написал, к тому же, на маленьком плоту. Ну, как можно забыть эту великую песню? Рубрика Кринж недели. На прошлой неделе в опросе у меня в Телеграме победил Игорь Синяк, поэтому, собственно говоря, даже не нужно подбирать новый Кринж Оскар. Вот, пожалуйста, Игорь, к сожалению, я не могу устроить тебе перепихон с Моргенштерном, о котором ты так мечтал, но в любом случае ты выиграл свой заслуженный Кринж Оскар. А на этой неделе у нас снова четыре кандидата, поэтому не будем терять времени и сразу же перейдем к делу. Елена Блиновская заявила, что благодаря ее стиле мысли, энергетическому каналу и платным консультациям, конечно же, забеременели десятки селебрити, в том числе Катя Портнягина, Наталья Осман и другие звезды российского шоу-бизнеса. Блиновская на самом деле королева такого Кринжа, блядь, инстаграмовского. Если кто не знает, кто это такой, советую посмотреть ее интервью у Собчак, но меня позабавило, что как бы она так говорит, что благодаря моей силе мысли, моему энергетическому каналу и, конечно же, платным консультациям, ребяточки, ведь, понимаете, энергетический канал и сила мысли великого экстрасенса Блиновской бесплатных консультаций они не работают. Но если заплатить денег, то, конечно, она может обрюхать тебя силой мысли. Ой, блядь, короче, ебаный Кринж, Елена, давайте затирайте эту хуйню кому-нибудь другому. Я думаю, если бы реально могли заставлять кого-то беременеть силой мысли, то вам бы сразу нашли какое-нибудь стратегическое применение. Вы бы сидели у спецслужб на зарплате и целыми днями брюхать или кого надо. Так-то это все, конечно, наебалово. Мать Ким Кардашиан оказалась причастной к сливу секс-видео своей дочери ради хайпа. Об этом рассказал рэпер Рэй Джей, бывший возлюбленный Кардашиан. Не, я, конечно, всегда знал, что Кардашиан ебанутая семейка, блядь. Я помню, я даже заступался за Кэнни Уэст, когда они его в дурку сдали, потому что, ну, мне кажется, если у Канье начались проблемы с психикой, то они начались именно из-за Кардашианов. Но, блядь, сливать порнушку со своей дочерью ради хайпа и это, по-моему, это вам даже не Паша Сникерс, то есть, блядь, Паша Сникерс хотя бы слил порнушку с собой, ну, блядь, со своей дочерью. Это не просто награда кринж недели, это, по-моему, награда самая охуевшая мать, блядь, десятилетия, потому что, ну, хайп, конечно, хайпом, но, как я понял, этот ролик съебли и собрал 100 миллионов просмотров, и когда 100 миллионов, блядь, человек видели, как ебут твою дочь, ну, блядь, я не знаю, оправдан ли в данном случае хайп. Короче, маме Кардашиен стоит поучиться, наверное, у Даши Корейки в каком-то плане. Бузова обнажила промежность перед Галустяном в ответ на шутку про трусишку. Там, короче, Галустян сказал, я не трусишка, трусишки у тебя там, и Ольга Бузова не додумалась ничего лучше, чем показать свои трусы, чем, собственно говоря, вогнала в нехилый кринж Галустяна и всех, кто находился рядом. Это уже второй раз, когда она попадает вот так в какую-то хуйню, то есть там что-то разговор был про то, что любит ли она большой теннис, типа, или маленький теннис, и любой нормальный человек бы, даже если бы хотел сказать, что типа, ну, как бы двусмысленно пошутить про пенисы, ответил бы, типа, я предпочитаю большие теннисы, но Бузова просто сказала, а я предпочитаю большие пенисы, вот, и это было на ВК-фесте, после этого до нее докопались, опять хотели что-то оштрафовать, проверить, короче, Бузовой следует, мягко говоря, поучиться чувствовать настроение, то, что Галустян пошутил, что я не трусишка, трусишки у тебя там, не предполагает Ольга, что вы будете снимать штаны, как бы, вы можете либо посмеяться над этой шуткой, как самый простой вариант, либо можете даже ответить какой-то другой шуткой, но, пожалуйста, не надо снимать штаны каждый раз, когда кто-то говорит про ваши трусишки, потому что это ебаный кринж. Билли Алиш сфотографировалась для Инстаграма, сидя на горшке. Забавно, как меняются времена, потому что, если вы помните, был такой блогер Никита Лол, вот он как-то стримил, сидя на толчке, как он срет, и тогда пиздец, на него обрушился хейт, все стали говорить, что он ебанутый, типа, это стало такой притчей во языцах, все даже стали сравнивать какие-то поступки, конечно, что ты там, как Никита Лол, скоро, небось, начнешь, стримить, как ты срешь на толчке, а сейчас это стало абсолютно нормальным, то есть, люди ее хвалят, говорят о том, какая она смелая, какая она естественная, какая она замечательная, а ведь и 10 лет не прошло, на мой взгляд, все-таки, Билли Алиш ебанулась на отличненько, потому что, ну, то она говорила, что никогда не будет ходить в облегающей одежде, потом начала выкладывать чуть ли не эротические, фотосеты, но она говорила, что она против сексуальной объективизации, потом стала себя объективизировать, говоря, что она выкладывает свои эротические фотки в знак протеста против эротических фоток, и теперь, как вершина вот этого ебанудости, блядь, фото, как она срет на толчке. Не знаю, как можно оправдать подобную глупость, но, по-моему, блядь, это ебаный кринж, блядь, опять-таки, судить вам, может быть, как бы, времена теперь такие, что это круто, но что-то мне подсказывает, что если я, блядь, завтра сфоткаю, как я сру, люди будут говорить, что у меня крыша поехала, а не то, что я такой смелый, открытый и естественный. В общем, это были 4 номинанта, напоминаю, что в моем телеграм-канале Печень Ховы будет прикреплен опрос, где вы сможете выбрать победителя. на этой неделе обязательно переходите, голосуйте, буду ждать вас там. Рубрика «Самый смешной заголовок». Их сегодня два. Новости под ними не очень смешные, как бы, поэтому ограничимся, как обычно, заголовками, просто для того, чтобы, ну, у вас осталась какая-то картина в голове, да? То есть я не хочу разочаровывать вас, читая саму новость, просто нарисуйте себе эту картину. Встал крошечный, Игорь Николаев оконфузился на людях и уехал из страны. Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену. Пусть, пусть у вас в голове останутся два этих замечательных образа, которые смогут, так сказать, веселить вас хотя бы в течение пары ближайших дней. Рубрика «Новости Нижнего Интернета». Озон жёстко высказался Алье Мэдисоне. Блогера глубоко оскорбило заявление короля Рунета о его способности через год поднять 150-килограммовую штангу. Недовольный в районе Азон предложил Мэдисону приехать к нему на разборку или публично извиниться. На самом деле многие могут задуматься, за что, блядь, извиниться, за то, что Илья сказал, что через год сможет пожать 150 килограмм, и если за это, то почему извиниться именно перед Азоном? Но многое объясняет тот факт, что Азон наконец-то развязался. Со здоровым образом жизни покончено, Азон потихоньку начал хуярить, и мы возвращаемся к старому доброму Азону, который сидит, кроет всех пьяной хуями на стримах, колотит, блядь, стену, режет мачете, кресло, и это не может не радовать, потому что, честно говоря, трезвый Азон был скучный до опиздения, блядь, ёпта. Ждём возвращения старого доброго терпила Азона. Дмитрий Шилов снизил стоимость лишения его трезвости с 60 миллионов рублей до двух. Ну, вы помните, я вам рассказывал про то, что Шилов бросил пить, и теперь он сошёл с ума, буквально два раза в день выкладывает какие-то сторисы или посты о том, что пить ему совсем не хочется, и что он начал жить новой жизнью. В итоге, как бы он выставил свою трезвость на аукцион за 60 миллионов и снизил цену до двух. Я думаю, что ещё несколько месяцев с двух миллионов упадёт там до 500 тысяч, потом с 500 тысяч, ну, тысяч до 30 рублей, и там, может быть, уже фанаты накидают, потому что, ну, как бы вы не относились к Эдисону, как и в случае с Эдоном, пьяный он был гораздо веселее, когда творил какую-то дичь, я до сих пор помню, как его выгнали с концерта Леди Гаги, классические видео, как он приходил в Чехию пьяный в бар и кричал «Бир! Where's beer? Бир! Give me beer!» типа, и всячески позорил нас за границей, и поэтому, ну, мне просто негде ловить такой кринж, который возникал у меня от просмотров роликов Фредисона, поэтому 2 миллиона рублей все еще слишком много, Митяй, как только дойдет тысяч до 30, я даже, может, сам немного вкину, ради искусства. Подписчики заподозрили Сергея Симонова в гомосексуальной связи с поклонником. Зрители блогера обнаружили на его стримах молодого человека по кличке Гробовщик, это не тот Гробовщик, что был у Озона, сразу, как бы, поясню. На одной из трансляций молодой фанат целовал татуировки блогера, обнимал Сергея и всячески намекал на яркую ночь. Подписчики Симонова отметили, цитата, Сергей аж цветет, когда его обнимает и гладит этот тип. Ну, что я могу сказать? Серега сейчас переживает не лучшие времена, с одной стороны у него андатра, с другой стороны Виктория Викторовна, все хотят от Сереги денег, все хотят его как-то развести, засудить, унизить, оскорбить, и вот ничего удивительного, что он нашел, так сказать, утешение в объятиях молодого подписчика. Так-то шутки шутками, я бы сказал, что, конечно, это все бред, никакой гомосексуальной связи у них нет, но некоторые кадры и некоторые моменты, вот, например, на стриме мне кидали, где он прям в губы с ним целуется, а видео, которое мне потом поднакидал Тимур к этой новости, они уж, скажем так, заставляют задуматься, поэтому, ей богу, Серега, ты что-то уехал жить в Европу, еще не означает, что ты должен жить как европейец, одумайся, одумайся, тебя дома ждет шмыга, по крайней мере, это лучший вариант для тебя, ну, опять-таки, кто я такой, чтобы кого-то осуждать, захотел Серега Симонов готиться в Туза с подписчиком, ну, пусть, все-таки, это доброй позитив. Рубрика О дивный новый мир. Израильтянку отправили в тюрьму за отказ разводиться. Равинарский суд в Петах-Тикве отправил в тюрьму женщину, которая четыре года не принимала Гет, постановление о разводе. Это первый подобный случай в Израиле, раньше за такое лишали свободы только мужчин. Ну, собственно говоря, что, равноправие, как оно есть, блядь, ёпта, хотели равноправие, получайте, типа, теперь женщины имеют те же права в Израиле, что и мужчины, а именно право сидеть, блядь, в тюрьме, да здравствуй, 2022 год. В США выпустили чернила и краски с кровью геев, американское креативное агентство Mavar выпустило Gay Blood Collection, их можно использовать в протестном искусстве, например, рисовать граффити или брызгать на одежду. Ну, я думаю, что главное, ладно, 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 я просто думаю, это будет дискриминация сказать, главное, спидом от них не сразиться или нет. Гуччи и Адидас выпустили кепку с двумя козырьками, её стоимость составляет 810 долларов. Помните, у вас во дворе наверняка был такой же долбоём, как у нас во дворе, который вот так надевал одну кепку и вот так надевал вторую кепку и ходил, как полный уёбок. Вот теперь всего за 810 долларов, вы можете стать таким же уёбком. Спасибо большое, Гуччи, спасибо, Адидас, обязательно приобрету. Нет. Новости экономики, друзья мои. Минздрав сообщает, потребление алкоголя в стране на душу населения снизилось на 40% по сравнению с 2008. Не знаю, как они считают, то ли у меня окружение специфическое, то ли цифры подтасованные, по-моему, блядь, потребление алкоголя только растёт и растёт. С другой стороны, Дмитрий Шилов бросил пить, поэтому вполне вероятно, что это он так повлиял на статистику. Ну, а в целом мне похуй, пусть хоть вообще, как бы, никто не пьёт, я и один могу выпить, блядь, ёпт, весь алкоголь. Потому что, как вы помните, я выпил всё пиво мира, блядь, в книге рекордов записи. Это книга рекордов Гиннесса или книга рекордов Хаймекен. Великие цитаты великих людей. Новое поколение массово поступает в колледжи. Российские школьники всё реже собираются поступать в вузы, предпочитая колледжи, хотят быстрее получить профессию и трудоустроиться. Выяснили специалисты международной исследовательской компании ИПСОС. Среди причин такого тренда страх перед ЕГЭ говорят опрошенные эксперты. Ну, опять-таки, в этом ничего плохого нет. Мы об этом говорили на золотом дожде. То есть люди с руками, которые хотят и умеют работать, они будут востребованы сейчас гораздо больше, чем всякие бесконечные экономисты, адвокаты, программисты и так далее. То есть новость подаётся как что-то плохое, но на самом деле я в этом ничего плохого не вижу. Вот недавно только видел мем в рекомендациях ВКонтакте, где чел Григе всю ночь нахуй рассылал вакансии, блядь, ёпта, всякие СММ, хуи мем, блядь, таргетинг. Потом смотрю, блядь, установщик стеклопакетов, блядь, без опыта 120 тысяч в месяц. Я такой, да пошло оно нахуй. Отправил отклик и в пизду мне этот СММ не всался. Так что зумеры в этом плане молодцы. И чё, блядь, ёпта, уж лучше работать, чем, блядь, сидеть и отправлять бесконечные вакансии. В России снижаются зарплаты айти-специалистов. Это как будто продолжение прошлой новости. На 11% снизилась планка зарплат. Зарплат это связывает в основном с увеличением количества специалистов на рынке. И, как мы уже говорили в прошлом ролике, количество айтишников только растёт и растёт. Поэтому я думаю, что падение зарплат продолжится. Поэтому, возвращаясь к прошлой новости, блядь, ребята, бросайте свой питон, бросайте свою джаву, бросайте свои эти КМС. Самое время, блядь, идти и устанавливать стеклопакеты. Сейчас новостроек доёбаной матери. Стеклопакеты пиздец как нужны. 120 тысяч без опыта работы. А с опытом, наверное, там все 160 будет, ёпта. Поэтому, нахуй айти, иди работать. Исследование. Частый секс помогает вывести камни из мочевого пузыря. Секс или мастурбация по 3-4 раза в неделю помогает выводить камни из мочеточника. Я думал сначала, что часть людей расстроится, те, у кого нет секса. Но тут есть уточнение, что мастурбация тоже помогает, ребята. Поэтому не хотите камней в почках. Так, ну, почаще, так сказать, спускайте из своего пеструна. Учёные подтвердили, сказали, всё нормально, всё полезно. Поэтому не стесняйтесь. Никаких вам этих нофапофонов, никаких недрачебрей, блядь, ёпта. Вот, регулярно заботимся о своём здоровье, мужики. Заботимся. Ну и последняя новость. Исследование эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту. Установили самые романтические и неромантические эмодзи. Самым хуёвым оказалось эмодзи с какашечкой такой улыбающейся. Ну, это предсказуемо, как бы, экскременты не привлекают людей. Ну, с другой стороны, капрофилов, может, и привлекают. Но вероятность встретить их достаточно невысокая. А вот именно баклажан снижает вероятность попасть на итоговое свидание. Три самых популярных. Это поцелуйчик с сердечком, улыбающаяся такая розица с сердечками. И вот такая розица, где сердечки вместо глаз. Я, честно говоря, блядь, вообще не был в курсе, что такое баклажан. Это ты нахуя его отправлять. Оказывается, баклажан отправляют типа это хуй. И рядом с ним ставят, например, несколько капелек. Типа, что, эээ, я на тебя подрачу, блядь, своим хуём, где, блядь, на лицо, нахуй. И не вижу ничего удивительного в том, что это снижает вероятность попасть на свидание. Потому что я не знаю, каким, нахуй, долбоёбом нужно быть, чтобы, блядь, когда ты зовёшь девушку на первое свидание, отправить ей хуй. Пусть и в виде эмодзи, блядь, ёпта. По-моему, совершенно очевидно, что уж хотя бы, блядь, ёпта, как там было в Джейм, молчаливом Бобе, блядь, ёпта, не вздумай доставать свой дрочила. Придержи его, пока она не будет согласна. Или хотя бы не заснёт. Теперь я пойду отмудоху тех двух уродов, что дали мне люлей. В общем, держите свой баклажан в своих штанах до тех пор, пока она тоже этого не захочет. Будет у вас всё замечательно. А на сегодня всё. У нас сегодня было не так много новостей, потому что неделька в целом была не такая уж и интересная. Но вы всегда можете подписаться на мой Телеграм-канал. Там я обсуждал много чего, обсуждал наше дело. Тарасовых, гонорары блогеров. Короче, у меня прям это, был поток сознания на этой неделе. Вы можете подписаться на мой Бусти. Там лежат все записи стримов. Вы можете посмотреть их, если соскучились по мне. И, конечно же, не забывайте, что лучший способ поддержать этот ролик поставить лайк, написать пару комментиков и подписаться на этот канал и поставить там колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Юрий Хованский. Это было шоу неделя. До новых встреч.